Привет! Вы знаете, как радуются дети? Когда они радуются, просто всё вокруг радуется вместе с ними. Для них мир такой интересный, такой яркий. И детям радость доставить так легко. Поэтому давайте сегодня сделаем радужный тортик, который очень понравится деткам. Как тебе деду? Да, 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 да. А ты будешь кушать тортик? Это розовый, это зимний. А сегодня наш день. Пойдёт? А можно тебе в кое-что скажи? А как ты сделала? Не всё, а всё. Как? Вкусненько? Да. Да. Скажи, ням-ням? Ням-ням. Для весёлого тортика нам понадобится 400 г муки, 6 яиц, 300 г сливочного масла, 180 г сахара, молоко 150 мл, ваниль и 2 чайные ложки разрыхлителя. Для коржей все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Размягчённое сливочное масло начинаем взбивать миксером. Хорошо взбиваем до его воздушности. Теперь в масло добавляем сахар и взбиваем всё вместе до воздушности и побеления массы. Когда масло с сахаром хорошо взбились, добавляем одно яйцо и продолжаем взбивать. После того, как мы всё очень хорошо взбили, добавляем ещё одно яйцо и так продолжаем, пока у нас не закончатся яйца. Масса будет всё время становиться более жидкой. Добавляем разрыхлитель, ваниль и часть муки. Всё хорошо взбиваем. Теперь вливаем половину молока и опять взбиваем. Так как выпечка у нас сладкая, добавим немного соли. Добавляем оставшуюся часть муки и опять взбиваем. Вливаем оставшееся молоко и доводим наше тесто до идеальной консистенции. Оно получается очень-очень нежным и воздушным. Ой, вы только посмотрите, какое оно хорошее! Поскольку я хочу выпечь несколько коржей разных цветов, я сейчас буду делить их на равные части, используя весы. Сначала я взвесила посуду, в которой я потом делала тесто. А теперь я взвесила вместе с тестом и отняла вес этой посуды. Поскольку все тесто у меня весит где-то килограмм шестьсот, а я хочу выпечь шесть коржей, то каждый корж у меня весит 200 граммов. Тесто я перекладываю в маленькие тарелочки и в них, в каждой я добавляю разные красители. Поскольку красителей у меня было только три, пришлось смешивать. Имейте в виду, что цвет может немного выгореть с духовки. Делаем французскую рубашку, смазываем форму маслом и немного присыпаем мукой, чтобы у нас потом была очень-очень нежная и влажная корочка. Каждый корж выпекаем где-то 15-20 минут, в зависимости от того, насколько быстро он у вас печется и какая у вас духовка. И так выпекаем каждый корж по отдельности. Если вы любите рисовать, то красить тесто вам тоже очень понравится. Пока вы ждете, когда испекутся коржи, не надо ставить остальные в холодильник, потому что масло может затвердеть. Вынимаем коржи из формы и даем остыть. Чтобы тортик был ровный, я все коржи сложила в стопку и по бокам срезала. Теперь делаем крем. Сначала я хотела сделать разноцветный, но в белый вполне даже очень красиво выглядит. Для него нам надо 500 граммов крем-чиза, сахарная пудра 200 граммов и 400 граммов сливок. В холодную посуду вливаем жирные сливки и добавляем сахарную пудру. Все хорошо взбиваем. Когда сливки с сахарной пудрой взвелись, добавляем крем-чиз и взбиваем все вместе. Все, теперь начинаем собирать его. Пропитывать ничего не надо. Коржи лучше разместить контрастно, чтобы похожего цвета не были рядом. А то они сольются и покажется, что они одинокового цвета. Тортик ставим в холодильник на несколько часов, чтобы крем застыл, а потом достаем и вынимаем из формы. И украшаем. Сверху я украсила разноцветными конфетками. Сверху я украсила разноцветные конфетки. Вот такой очень вкусный и веселенький тортик у нас получился. С виду он очень интересный и хочется узнать, что там внутри. А когда разрезаешь, получается очень впечатляюще. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Был вкусный тортик? Да!